Анна, руководитель языкового центра, говорит, жители края в связи с невозможностью сдать тесты на уровень владения английским не особо и потеряли, ведь желающих жить и работать в англоязычных странах у нас в регионе совсем немного. Не то что в Москве и Питере, тем более в помощь альтернативные тесты. Есть, например, от British Council Test English Score, он сдается онлайн, стоит тоже определенных денег, он не очень дорогой, он стоит около 25 долларов. И его можно сдать, поменяв просто страну в App Store или в Play Market. Тем же москвичам при поступлении, к примеру, в РУДН за успешную сдачу тестов на знание английского добавляли баллы. Важен был уровень языка и при желании попасть, например, в высшую школу экономики. В наши вузы такие экзамены не требуются. Но это не значит, что желающих изучать английский на просторах региона стало меньше. Я вчера даже специально провела опрос в Telegram у нас в соцсетях. То есть чувствуется ли вам, что английский не нужен в будущем. Ну вот знаете, там не очень много человек проголосовало, но может быть там человек 25, например. И из них человека три только так проголосовали. Мы живем все равно в интернациональном обществе и английский так или иначе где-то нужен. Где без него точно не обойтись, так это в IT. Ведь англоязычный интернет составляет 56% от общемирового. Это общие библиотеки доступа. Это обмен знаниями. В IT сфере она очень близка к научной сфере. То есть нужен обмен между разными школами, разными странами. Вот если это будет пресекаться, то это будет большая проблема потихоньку. То есть должен быть доступ к этим библиотекам. Поэтому английский язык, он жизненно необходим. Пока никаких проблем IT-шники не испытывают. К тому же английский в обычных и языковых школах никуда не исчез. Его можно изучать и самостоятельно. Правда, ряд преподавателей считают, что совсем скоро прибавится желающих изучать восточные языки. В последнее время, это моя личная оценочная точка зрения, мир страдал перекосом в сторону такой англоцентричности, я бы сказал. И теперь мы просто возвращаемся в состояние естественного баланса. Люди, которые осознанно изучают корейский, китайский, японский, турецкий языки, они для себя это связывают с возможностью будущего трудоустройства, выезда, опять же, как вы правильно сказали, на стажировку, в командировку. А кое-кто откровенно собирается замуж и с этой целью тоже учит язык. Но в основном, конечно, это для учебы, для работы и в целях саморазвития. И еще, в какую бы сторону не повернула политическая составляющая России, на восток или снова на запад, эксперты в области языков уверенно заявляют, лучше изучать сразу несколько новых. Брать несколько языков разных групп, например, китайский, английский, какой-нибудь французский, испанский, что-то там еще такое интересное, может быть, экзотическое. И тогда это учится легче. То есть мозг раскрывается и знания усваиваются легче. Татьяна Голубева, Вадим Быстревский, Дмитрий Денисов. День с толком.